Всем привет! Это рубрика релизы, у микрофона Анджи Жучитель, и в этом видео я расскажу вам о новинках среди визуальных новелл в прошедшем октябре. Начнем мы, как обычно, с русскоязычных релизов. И первым номером у нас идет демо-версия одной из самых ожидаемых новелл в Руэн-сообществе, Young Hearts, предлагающая встретить яркий рассвет своей первой любви в вечно летнем студенческом городке. Ну а заодно узнать истории жизни одной молодой компании, их секреты, мечты, любовь, проблемы и призраки прошлого. Следующая новелла буквально начинается со знаменитой фразы «Сап-двач есть одна Тян» и рассказывает историю простого парня, повстречавшего девушку своей мечты, Думер Тян, которая не прочь составить ему компанию. Новелла Sunlight Scream была создана автором в одиночку, что, однако, не помешало ему создать запутанную историю о юноше Максе, который вернулся в родной город Sunlight City. И то, что начиналось довольно весело, вскоре быстро обрывается, ведь новые университетские друзья начинают погибать от рук таинственного убийцы. Ну а демо новеллы Кабал рассказывает о совсем не верящей в мистику девушке Веронике, которая вынуждена работать помощницей гадалки, но однажды гадалка исчезает, задержав зарплату, и отправившись на ее поиски, Вероника столкнется с тем, во что ранее не верила. В новелле «Факультет» вам тоже придется не только пережить университетскую романтическую повседневность, но и раскрыть деяние загадочного мистического культа, который лишь на первый взгляд просто помогает нуждающимся. Другой релиз «Цукими Мацури» — это свежая новелла студии Unusual Meaning, и там тоже хватает мистики. Ее действие происходит во время осеннего фестиваля «Любование Луной», однако не всем суждено будет пережить эту ночь. Еще один релиз от Анмингов — долгожданная фантазия за авторством Флойда Голланоса, рассказывающая о юной чудачке Клео и одиноком старике Каринтен Ноэль, в котором в ходе их прогулки повстречаются известные представители парижской богемы XIX века. В свою очередь демо-новеллы «Run Out of Blood» повествуют о испытывающей трудности девушки Ребекки, но обратившись за помощью к таинственной семье, живущей в лесу, вскоре она будет желать только одного — сбежать оттуда. Следующая новинка под названием «Телефорум» предлагает вам исследовать неизвестную темную сторону средств массовой информации. Узнайте тайну смерти в прямом эфире известного ведущего в ходе интервью с его вдовой. Другой важный релиз — первая глава «Детей плесень». Это история о таинственной деревне, населенной детьми и живущей дикими традициями. И ради спасения деревни юная ведьма Кирфелл должна провести страшный ритуал, чтобы совладать с владычицей смертью. А в игре «Кошачий дом Нисс Мартины» вы сыграете за девушку Бекки, устроившуюся на странную работу по уходу за кошками. И попав туда в канун Хэллоуина, она даже представить не могла, что будет ее ждать. Драматичная история под названием «Эджворлд» в свою очередь повествует о мужчине, что видит странные сны о своем прошлом, когда он потерял любимую девушку. Еще одна интересная новинка — новелла «Стены» в жанре постпанка, рассказывающая о молодом питерском поэте «Слайд». Он потерял всякую тягу к жизни, но перед тем, как не дожить до завтрашнего рассвета, ему предстоит написать завещание. Другой релиз под названием «Анканшес» также рассказывает о герое, давно потерявшем интерес к чему-либо и живущем словно робот. Но однажды он видит осознанное сновидение, где встречает необычных личностей со специфичным поведением. Главный герой новеллы под названием «Артификиал» в свою очередь очнулся в неизвестном ему мире, где его окружали лишь руины. Но в какой-то момент он встречает странную девушку, готовую рассказать ему свою историю. Ну а в новелле «Тотум» вам предстоит попробовать понять вечность и не сойти с ума. Или же все-таки свихнуться в этой безумной попытке. Вот только помните самое главное – весь мир – это театр. Следующий релиз «Ярчайшая звезда» рассказывает о юноше, ставшем целью девушки-киллера Косми из таинственной организации. Однако она посчитала его милым и всего лишь заперла в подвале. Сумеет ли он выбраться оттуда? А короткая конкурсная история «Очень вкусно» повествует о пареньке Сереже, который, к его огромному сожалению, не знал цену содеянных им поступков, за что жестоко поплатился. Другой релиз под названием «Рейка» – это психоделическая история о нескольких днях из жизни странного парня, который больше не видит людей вокруг себя. Ну а игра «Миссинг Мистери» предлагает вам раскрыть тайну загадочного исчезновения. Здесь вы примерите на себя роль опытного детектива и погрузитесь в оживленный мир загадок и интриг. Собирайте доказательства и зацепки, чтобы раскрыть преступление. Следующая новинка – собранная на бесплатных ресурсах новелла «Сквозь эмоциональный барьер», что рассказывает вам о мальчике, потерявшем свою мать в автомобильной аварии, и о том, как он справляется с этой трагедией. Далее несколько новелл с пометкой для взрослых, первая из которых, наконец, вышедшая из раннего доступа красотке Отстаньте. Ее главный герой – крутой геймер, и его цель – избежать отношений с прекрасными девушками. А протагонист игры «Аура Хентай Карц» был избран самой богиней Аурой для того, чтобы остановить долгую войну с демонами. И для начала вам предстоит собрать гарем, который станет вашей личной армией, а затем разбить королеву демона. Другая новинка – «Эротическая жизнь Ци Луо». Героиня новеллы завязывает многочисленные романы с разными мужчинами, обеспечивающими ее запросы. Но со временем Ци Луо понимает, что ведет себя неправильно. Ну и в конце данного блока – игра, которая не нуждается в серьезных представлениях – знаменитый клуб романтики. И теперь самые популярные истории оттуда стали доступны в Steam. Далее в нашем выпуске традиционно идут англоязычные новинки. Здесь начнем с новеллы «Ту Фолд», среди авторов которой имеются разработчики знаменитой Катава Сёдзю. Сама же история рассказывает о студентке Олив, находящейся на грани отчисления. Помочь ей могут лидеры двух университетских клубов, но оказавшись втянутыми в ее проблемы, они могут разрушить собственную крепкую дружбу. Другой интересный релиз – новелла «Гинка». «Вернуться к тому лету с тобой» – гласит ее теглайн, и главный герой Рюссей действительно возвращается на родной маленький островок в поисках пропавшей когда-то подруги детства. Проведут ли они вновь сказочные каникулы? А в новелле под названием «Кафе Мемория» вам предстоит стать посетителем одноименного заведения, где работают пять очаровательных официанток, готовых обслужить вас. Понравится ли вам и вернетесь ли вы туда снова? В короткой истории «Layover Lovers» действие же происходит в пассажирском терминале обычного аэропорта, где знакомятся Дэн и Люсия. Они оказались там, отправившись в путешествие с других концов света, но короткое знакомство способно перевернуть их жизнь с ног на голову. А в игре «Bardic Quest для любви» вы сыграете за барда, внезапно ставшего владельцем испытывающей трудности таверны. И чтобы помочь заведению, вы решаете устроить весенний бал-сердец. Но есть проблема. Для выступления там вам понадобится партнерша. Ну а в новеллах из серии «Black Box» вы познакомитесь с двумя запутанными историями. Первая из которых рассказывает о парне Яндера, преследующем своего женщину-босса, а вторая повествует об интернет-романе уже совсем другого протагониста. Продолжает подборку хоррор под названием «Убить принцессу». Цель игры понятна из заголовка, но учтите, что принцесса будет готова идти на все, чтобы остановить вас, очаровывать, лгать, обещать весь мир, либо и вовсе попытаться убить уже вас. Да и в конце концов, нас всегда учили, что принцесс нужно спасать, а не убивать. Другая новинка – последняя игра из хоррор-серии о жестоких медсестрах. И в очередной раз ее главный герой Ямада, сломав обе руки, оказывается на больничной койке в самой ужасной больнице. Сумеет ли он покинуть ее живым? В следующей игре, Replaced, вы сыграете за жнеца душ Грею, задача которой – перевести душу покойного в другой мир. И в этот раз ей предстоит поработать с умершей на вечеринке на Хэллоуин, но для начала понять, что же произошло с ее жертвой – ее убил человек, ведьма или кто-то другой. А в короткой истории «Кубок милосердия» вам тоже предстоит посетить вечеринку в честь Хэллоуина, познакомиться с невероятно эгоистичной девушкой и попытаться пережить эту не самую приятную встречу. В другой игре от этого разработчика вы сыграете за Тетрин Рейшу. Ей предстоит найти способ снять проклятие под названием «Тень императрицы» с сестры ее начальника. И если Тетрин не успеет, то тень захватит душу девушки и восстановит ужасную империю. Герой следующей новинки «Суррогат» в свою очередь посещает сюрреалистичный мир, где ему необходимо помочь синей девушке раскрыть городскую легенду, а заодно справиться с ее собственной паранойей. Ну а игра «Черный рай» – это не просто хоррор, но и «Дейтсим», вдохновленный Доки-Доки и буддийской мифологией. Ее главный герой был воскрешен некромантом, который взамен затребовал души трех бывших одноклассниц-протагониста. Другой хоррор – демо-новеллы «Зов сирены. Скорость побега», предлагающие вам почувствовать невероятную неуверенность, ведь главными противниками здесь станут ваши друзья. Еще недавно вы вместе сражались со сверхъестественными существами, а теперь они категорически против того, чтобы вы покидали родной город. Новеллы «Истинные цвета» поначалу обещают быть классическим дейтсимом, ведь согласно сюжету вам предстоит завести роман с кем-то из трех новых сотрудников в вашем офисе, но какие темные секреты скрывает каждый из них. И в конце этого блока новелла «Промокшие девушки» от издателя «Сайберстеп». Ее главный герой – простой студент Рео, имеющий странный фетиш – девушки в мокрой одежде. И хоть он не популярен у противоположного пола, однажды он находит возможность утолить свое желание. Ну а теперь настало время перейти к блоку новелл с пометкой для взрослых. И здесь продолжим другой новеллы от «Сайберстеп» – «Опасная деревенская традиция». Ее главные герои – молодая пара Юто и Аяка, переехавшие в деревню. Поначалу все казалось прекрасным, но вскоре жители стали требовать от Аяка поучаствовать в странном фестивале «Они Барай». Следующий релиз новеллы «Обещание, которое лучше оставить невыполнимым» рассказывает о парне Гарри. Он пообещал своей девушке, что продвинется по службе, и в результате заключил важную сделку для своей компании. Но Гарри и представить не мог, что в компании субподрядчики будет работать его бывший школьный обидчик. А в новелле «Аквариум» вы погрузитесь в милую летнюю историю чистой любви между молодым наследником богатой семьи и его новой неуклюжей горничной. Поможет ли она восстановить его память и узнает ли он секрет, который она так тщательно скрывает? Далее следует пара новелл от издателя Шаравуна. Героиня первой Таймонин Асаги была сильнейшей ниндзя, охотящейся на демонов в Токио. Но после завершения карьеры она хочет отдыхать и жить простой семейной жизнью со своим возлюбленным Кёсукой. Однако у ее старого врага есть другие планы. Протагонист новеллы Тенеоха с мамой, в свою очередь простой офисный работник, живущий скучной холостяцкой жизнью. Но однажды на работе с ним начинает общение звезда отдела продаж и всей компании Мами Химикав. И главный герой завязывает роман с этой зрелой и сочной красоткой. Ну а герой новеллы «Запрещенные уроки с менеджером» был полным неудачником, пока случайно не получил работу продюсером айдола Аканы Хиираги. И однажды, после одной из съемок, он оказывается в ее гримерке и узнает необычный секрет девушки. Новелла «Хентай. Хот-леди» между тем продолжает историю отношений простого юноши и звезды фитнес-центра «Хот-фит» Кузу Инаду. Теперь она стала временным менеджером центра, но продолжает дразнить главного героя, с которым их ждут очень интенсивные отношения. А следующая новелла с длинным названием рассказывает об эротическом фестивале в деревне Саказа. Ее главный герой Юта в поисках летней подработки приезжает в деревню, где гостит у своей подруги и заодно заводит отношения с ее старшей сестрой Сайей в преддверии фестиваля Морибитл. Главный герой новеллы «Девушка-призрак Гусси» от издателя «Черри Кис» постоянно испытывает невероятное возбуждение и в попытке его унять он стал искать гигантскую девушку-призрака из городской легенды. Ведь как бы она ни пугала, она девушка, а значит способна удовлетворить его похоть. Новелла «Хрупкие чувства» в свою очередь действительно рассказывает более трогательную историю учительницы Эн Клеменс из «Приюта для больных детей». Эн и сама прожила там почти всю жизнь, имея неизлечимую опухоль. Но накануне своего 20-го дня рождения она знакомится с новой дерзкой медсестрой Асабы. А в хорроре «Лоан Шок» действие происходит в антиутопичном мире, населенном монстрами. Главная героиня истории Фэй – простая студентка, которая устроилась в маленький магазинчик и, работая там, начинает знакомиться с теми самыми монстрами. В новелле «Бабочка» от той же разработчицы вы сыграете за безымянного 18-летнего парня, страдающего от издевательств. Однажды он решает избавиться из них, покончив с собой, но его останавливает странная девушка, предлагающая ему особую силу – способность читать мысли людей. И последняя новелла в данном блоке «Моя босс Лейди» – это короткая история об измученном студенте, что завязывает неожиданный роман с прекрасной начальницей Лейди с его подработки. Что ж, а завершим мы наш выпуск несколькими новинками в жанре атомы. Первая из них – «Хронотопия. Вторая кожа», представляющая собой темную вариацию знаменитой сказки о Золушке. Узнайте историю Кионны в болезненном, но в конечном итоге столь полезном поиске ее истинного «Я». А в новелле «Сад сейфа» вам предстоит сыграть за девушку-ассасина, которая спасается от преследования целого отряда убийц. И ей предлагают помощь двое мужчин, уверяющих, что им можно верить. Закончится ли их история доверием и увлекательным романом или предательством? Другая новинка демо-новеллы «Маска за пределами лжи» перенесет вас в фантазийный мир, полный йокаев, где человек в маске станет вашим спутником на пути к выходу оттуда. Но будет ли это путешествие таким простым? Ну а в третьей новелле из серии «Добро пожаловать в Чичистер» продолжится история Грендель Джинкс. На этот раз протагонист сделает все, чтобы вернуть ее в Америку, но ему постараются помешать официантка Отом Шоу и гид Синди Эгглантин. В следующей новинке под названием «Replace Boys» вы сыграете за Ханну, которая в свой выходной была вынуждена взять на себя обязанности менеджера одноименной группы. Не позвольте парням рассориться, построите с ними романтические отношения и сразитесь с призраком. И в конце демо-новеллы «Обскура». Ее героиня попадает на рынок под горой, где можно купить и продать все, что угодно. Его посетители – отчаявшиеся безликие незнакомцы в масках. Четверо из них предлагают показать вам путь через рынок, но не стоит до конца верить им. А на этом у нас все. Спасибо за просмотр данного видео. Не забывайте про священный ритуал, лайк, подписка, колокольчик, становитесь спонсорами LD на Бусти и ВК Донат и следите за новостями в паблике ВКонтакте, а также Телеграм и Дискорд. Для вас работал Анджи Жучитель. До встречи в следующих видео.